Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой ролик новостей касаемо The Isle of Rima. С чего начать, даже не знаю, но, как вы поняли из названия ролика, планы, планы, еще раз планы на грядущие сроки разработки в Риме. Короче, погнали! Итак, во-первых, разрабы вернулись с каникул, и в первую очередь они приступили в каких-то местах переделки, переработки Диабло Цератопса и системы его спарринга. Помните о ней? Да. Рассказывать не буду. Смотрите прошлые ролики новостей, но скажу так, что пока спарринг не будет переделан, Диаблика не станут выкатывать на тесты. Амарок сказал, что система спарринга будет совсем иной и разнообразнее, чем до этого мы видели на стримах Донди и в одном из девлогов. Да, он еще, кстати, дополнил, что Диаблик будет не одним динозавром, который будет иметь данную систему. Не уточнил кто, но можете сами догадаться. Когда это будет завершено, срок не уточнили. Едем дальше. Баги. Еще раз повторюсь, что обо всех багах, которые так по факту во многом и не исправились с тремя фиксами, должны будут исправлены в будущем, так сказать, хотфикси. Все постепенно. Не знаю, чем они занимались до этого, но ладно. Простим еще раз и еще раз. Все те провалы на карте, сквозь которые проваливаются игроки, где нет воды или что-то в этом роде, заявили, что это была плохая постобработка и ей уже занимаются. Ну что же, посмотрим. Бесконечная альт-атака, которую имеют сейчас игроки после того, как вся стамина заканчивается, будет удалена. По поводу Лазавра. Что меня спрашивал так часто Сосиска, это один мной из уважаемых админов сервера HOD на Еврима. Никакой особой информации мне не дали. Отписка была такой. Мы даже не трогали его, хотя старая модель уже перенесена в игру. Приоритетов особых нет. Традоны, циратозавры. У разработчиков уже есть планы на изменение их баланса и некоторых игровых механик. Игроки, которые так обожают этого зверька и жалующиеся на некоторые моменты, аспекты, видимо ваш час настанет. Так что пока не кипятитесь. Читерство. Многие игроки уже неоднократно столкнулись и до сих пор сталкиваются с читерами в Еврима. Определю вас, господа, на данный момент, что пока ты смотришь этот ролик, некоторая часть команды занимается внедрением в игру усовершенствованного античита. Ох, надеюсь, траблов опять не будет с этим гребаным античитом. Ладно, если что, запилю гайд. В любой игре есть читаки и непросто с ними бороться. Тот античит, что был внедрен в игру довольно давно, многие обходят с помощью внешней программы или программы обманщикам. Я не знаю, что это за прога. Вроде они уже даже знают. Не пользуюсь и не советую никому. Вас ждет беспощадный перманент на всех официальных серверах. А если еще и узнают ваш ник в дискорде или ID, поверьте, Донди не пощадит вас. Кик и бан моментальный. Я общался с одним из англоязычных ютуберов, который встретил команду игроков, использующих спидхак на скорость и чита на моментальный укус и убийство с одного раза. Команды игроков, читеров, а их там было около восьми, улетели в перманент везде в этот же день. Учитесь играть честно. Также проскользнула информация, что с выходом новых динозавров мы постепенно будем получать новых мини-ботов, которых обещали два года назад ящерицы и змеи, которых можно будет кушать. Глобал чат. Все его ждут. Все привыкли в Легаси. Сначала сказали, что его не будет, но вот вам новая информация. Подтверждать пока точно не буду. Глобал чату, скорее всего, быть. Его смогут включать и выключать держатели серверов в админ панели управления сервером. Но на неофициальных серверах его не будет. Короче, они хотят внедрить это управление. Под конец, наверное, опять о самом интересном, что ждать вроде как в этом году. Мутации, еще немного о них. Все, что было на тестах, или я вам рассказывал на стримах, что вы могли видеть где-то, это все не точно и все было тестово. И не факт, что они все могут быть добавлены в будущем. Но вот некоторые из них, такие как Бесстрашный Охотник, Бодрствующий Ночной Уокер, Распознавание Образов, Благословение Дождем, Отказ, Быстрый Целитель, Палач, Крабожадность, Родитель Года, Движимый Голодом, Страшный Фест, Имитация Хромания, Каннибализм и прочее. Короче, обо всех, если шо, сниму отдельный ролик. Да. Короче, у каждого своего вида будет своя мутация. Но некоторые смогут пересекаться, повторяться. Короче говоря, допустим, с той же Дилкой или Традоном, что придаст более 15% восстановления всех характеристик в ночное время. Ну, а если ты хочешь, чтобы я снял ролик по мутациям и что можно ожидать, скорее всего, что можно ожидать, некоторые их описания, палец вверх, подписка на канал, жми колокольчик, да, и оставляй комментарий. И немного о спавне. Искусственно, интеллекты Тенонт, и куда они пропали, их отключили из-за неполного производства, как оказалось, и что-то там будет переработано. Все, до новых встреч, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.